Мы продолжаем цикл лекций в рамках Центра образовательных и научных обменов. И мы очень горды, что выдающиеся люди принимают наше приглашение, как сегодня профессор Пиковский просил замечательные лекции. И мы счастливы, что он согласился, и мы надеемся, что это не последний приезд. И я хотел поблагодарить всех, кто пришел на эту лекцию, и Министерство образования Пермского края, которое финансово поддержало этот визит. А вот сейчас Денис Сергеевич Голдобин, бывший аспирант профессора Пиковского, представит свое совокшество. На этой неделе мы принимаем в гостях Аркадия Самуиловича Пиковского. Аркадий Самуилович родом из Нижнего Норда, ну или по крайней мере. Да, родом. По-другому образование высшее получал там и работал там. Долгие годы, в 90-е годы Аркадий Самуилович уехал в Германию. Сейчас он профессор Потр-Домского университета. Аркадий Самуилович занимается, ну тут сказать слова занимается можно много про кого, а тут правильнее сказать, что внес очень существенный вклад в такие области, как теория хаоса, именно теория динамического хаоса в противоположность стокастики, в теорию случайных процессов, в закономерности поведения нелинейных систем, явления самоорганизации в различных системах. Ну вот, такого типа круг задач, и я двойне рад его здесь приветствовать в качестве принимающей стороны, еще и потому, что, как было сказано, Аркадий Самуилович был моим руководителем, ну, она вот нашей кандидатской диссертации, докторской диссертации в Германии в Подздуме, это было очень приятно с ним работать, очень приятно время, очень позитивно. Спасибо, Денис, спасибо за приглашение. Я очень рад возможности сегодня рассказать в популярной форме о проблеме, которой мы занимаемся с коллегами в Подздуме примерно лет уже 20. Это явление называется синхронизация, и я надеюсь, к концу лекции вам будет понятно, о чем идет речь, и вы даже сможете это... Там будет много примеров из обычной жизни, это явление, которое не только для физических, но и для живых систем существенно. Так, ну давайте начнем. Сначала немного истории, с чего это все началось. Гюйгенс, выдающийся голландский ученый 17 века, он первым наблюдал синхронизацию маятниковых часов. Вот как он описал свой эксперимент. Это его личное... Как такой скетч, он сделал картинку, как он делал этот эксперимент. Это были маятниковые часы, довольно большие в то время, подвешенные на одной балке, и он писал, что когда он подвесил часы на два крюка, вделанных в одну деревянную балку, он наблюдал движения маятников, и они были, движения обоих маятников в противоположных направлениях, были так точно согласованы, что между ними не возникало ни малейшего отличия, и звуки от них совпадали. Хотя, если их разнести, эти часы, они шли немножко по-разному. И если это совпадение было нарушено, то есть он придерживал один из маятников, то потом, через некоторое время, он снова наблюдал, что это совпадение полностью восстанавливалось. И, проделав несколько экспериментов, в конце концов, Гюйгенс установил, что причиной являются очень слабые движения балки, которые передают информацию с одних часов на другие, так что они становятся синхронными. Сегодня это кажется чем-то таким явлением из домашнего обихода, маятниковые часы, подвешенные на балке, но в то время, в XVII веке, это была наука на переднем крае. Это был Гюйгенс, кто первый вообще изобрел маятниковые часы, до этого не было маятниковых часов. И в то время это имело такое же большое значение, как, например, лазер сегодня. То есть то, что даже не столько для народного хозяйства, если так можно сказать, сколько для военного дела, поскольку с помощью часов, маятниковых часов, появилась возможность определять долготу судов, которые плавали через Атлантику, и таким образом их местоположение. То есть это было изобретение, которое можно сравнить с изобретением лазеров в наши дни. И, кстати, синхронизация лазеров тоже довольно широко изучается. Это был XVII век. После этого почти ничего не произошло, где-то 200 лет. В середине XIX века лорд Рейли, английский физик, он описал синхронизацию органных труб. В органе, вы знаете, много труб, в них поддувается воздух, эти трубы начинают издавать звуки. И он наблюдал, что когда две органные трубы находятся рядом, взаимодействие между ними приводило к тому, что эти трубы начинали звучать в абсолютном унисоне. Хотя они, в общем-то, были разные, но звуки от этих труб были как будто это одна труба. Это то же самое, что маятниковые часы, но для органных труб. И опять прошло почти полвека, прежде чем снова возродился интерес к синхронизации. И он был связан уже с появлением радиотехники в начале XX века. После того, как появилась необходимость делать радио, были изобретены радиоэлектронные лампы, предшественники современных транзисторов. И на базе ламп были сделаны генераторы, чтобы генерировать электромагнитное излучение и использовать его для радио. И синхронизация ламповых генераторов была наблюдена и даже запатентована. И только после этого началось научное исследование. Вот Эдвард Эпплтон, это вот этот джентльмен с наушниками. Наушники, потому что тогда не было измерительных приборов, и колебания определялись на слух. Он определял на слух, с какой частотой, с одинаковой или с разной происходят здесь колебания. И другой из Англии, а это из Голландии, Пальтазар Вандерполь, они продолжили эти эксперименты и дали первое теоретическое объяснение. Я немножко скажу дальше про то, почему потребовалось 250 лет с того момента, как что-то наблюдалось, до того момента, как появилось первое объяснение. Но сначала еще о том, что подобная синхронизация наблюдается и в живых системах, не только в механических или в электронных. Тоже довольно давно, в XVIII веке, Демаран, французский биолог и вообще исследователь, он обнаружил, что у организмов, было известно, что организмы, они по-разному ведут себя днем и ночью, они раскрывают листья и складывают листья. Демаран, проводя эксперименты с фасолью, обнаружил, что даже без изменения освещенности организма имеют примерно 24-часовой ритм. Этот ритм называется циркадный. Циркадный означает в переводе с латыни примерно один день. Не точно 24 часа, но примерно в один день есть ритм такой у многих, почти всех живых организмов, и этот ритм синхронизуется с солнечным светом. И вот последний исторический пример, это почти тогда же, когда Гюльгенс занимался синхронизацией часов, другой голландец, он поехал в Сиам, это современная Малайзия, и там он видел такое природное явление, светлячки сидят на деревьях и мерцают, и если целый рой оккупирует одно дерево, то они начинают мерцать как одно целое, все вместе с максимальной регулярностью и точностью. Вот такие были наблюдения, и вот теперь я попытаюсь объяснить, как и почему они сводятся, как ученые их объясняют, и как можно эти явления описать. Основной эффект, если так его привести, он состоит в следующем. Ну вот на примере тех же часов, которые были сделаны Гюйгенсом. Часы, если на них смотреть, маятник колеблется периодически, и эти колебания можно характеризовать периодом или частотой. Период — это просто время между двумя, скажем, максимальными отклонениями маятника, а частота — это такая физическая величина, которая определяется просто как обратный период. Можно говорить о периоде, можно говорить о частоте, это будет примерно одно и то же. И вот каждые часы характеризуются своим периодом или своей частотой. Если взять двое часов, то, в общем, одни будут идти вперед, другие отставать. Вот здесь это показано, немножко в утрированном виде, но ясно, что часы, они за сутки на сколько-то уйдут. Современные часы может быть мало, старинные часы уйдут гораздо больше, но их периоды, вообще говоря, отличаются. У одного, скажем, у красных часов период чуть поменьше, у синих часов период чуть побольше. Абсолютно точно сделать двое часов с абсолютно точно одинаковым периодом практически невозможно. Но, вот как раз это то, что наблюдал Гюйгенс. Если их каким-то образом связать, то есть сделать так, чтобы они одни часы влияли на другие, то окажется, что их периоды становятся точно одинаковыми. Это как раз то, что наблюдал Гюйгенс. Он наблюдал именно вот это явление, так называемое в противофазе, когда один маятник отклонялся вправо, другой отклонялся влево, и так продолжалось, пока эти часы работали. Но может быть и такая ситуация, когда они отклоняются в одну сторону. Итак, синхронизация заключается в том, что, вообще говоря, ритмы, имеющие разные периоды и разные частоты, они в результате чего-то становятся полностью одинаковыми. и это явление, это не случайно. Это можно менять какие-то параметры, можно систему немножко возмущать, можно еще что-то с ней сделать. Целая область вот на этой картинке так условно приведена, где вот разность наблюдаемых частот, разность периодов точности равна нулю. То есть мы можем чуть-чуть каждый маятник даже немножко подвинуть, а явление синхронизации останется, оно является очень устойчивым, очень грубым, и его достаточно легко реализовать, и нужно приложить усилия, чтобы из него выйти. Почему синхронизация так долго ждала своего объяснения? Ведь Гюйгенс наблюдал ее еще даже до создания Ньютона в механике. Механика Ньютона была создана после… Ньютон вообще был младшим ровесником Гюйгенса, при Гюйгенсе еще не было механики настоящей, но механика потом была создана, потом развивалась физика, были развиты гидромеханика, электродинамика и другие разделы физики, но к вопросу синхронизации интерес не возвращался. Ролей отметил что-то, потом только в начале 20 века стали отмечать вот это явление, уже стали его исследовать. Дело в том, что синхронизация возможна не для любых колебаний, а только для некоторого специального класса. Это большой класс, но в то же время он не принадлежит к тому, что обычно исследовали физики. Это так называемое автоколебание. Если вы возьмете просто маятник без механизма, это будут колебания, которые будут медленно затухать из-за трения. Планеты, вращаясь вокруг Солнца, они тоже имеют некий период. Трения там практически нет, или можно сказать, есть трения, которые на миллионах лет может быть приводят к небольшому изменению движения планет, но там нет трения, нет изменения энергии. И как раз вот такие движения, как движения планет, они традиционно описывают в физике и в механике. А маятниковые часы, это такой объект, в котором маятник колеблется затуханием, но есть гирька, которая добавляет энергию к маятнику, и поэтому часы работают не так долго, как маятник, они могут несколько дней, и тогда больше от одной гирьки получать энергию. И вот часы — это как раз пример автоколебаний. Автоколебания — это те колебания, которые самоподдерживаются. В них обязательно должна быть подкачка энергии, чтобы компенсировать трение. Иначе любые движения затухнут, и эти системы, в них есть подкачка энергии и диссипация, и они не традиционны для физики. В школьном курсе, может быть, их вообще не проходит, даже во многих университетских курсах это понятие не вводят, поскольку немножко оно лежит в стороне от основного направления физики. Тем не менее, вот все такие колебания, которые самоподдерживаются, и за счет неких источников энергии, автоколебания, они есть, и существует на самом деле очень много примеров таких колебаний. Ну вот простой пример, это то, что, может быть, каждый наблюдал, это если вы микрофон поднесете близко к динамику, начинается свист. Это означает, что звуковые волны, которые излучаются динамиком, они попадают в микрофон, усиливаются, опять излучаются динамиком, попадают в микрофон, и вот эта цепочка с положительной обратной связью работает как генератор свиста. Если микрофон изолировать от динамика или отнести его подальше, то эта положительная обратная связь исчезнет, и колебаний не будет. По этому принципу работают и радиотехнические, и электронные генераторы на базе электронных ламп или транзисторов. Часы, маятниковые или другие, это тоже пример автоколебаний. В них энергия пружинки, или энергия гирьки, или энергия батарейки переходят в энергию колебательную, и поэтому колебания осуществляются с постоянной амплитудой, с более-менее постоянным периодом, и они не затухают. Это самоподдерживающиеся колебания, которые делают часы часами. Ну вот мы будем вот метрономы, это самые простейшие часы, там у них есть завод, есть пружинка, вы отклоняете палочку, и они начинают колебаться, полчаса, может быть, это будет длиться, вы можете регулировать период, изменяя положение вот этого весика на этой стрелке метронома. Метрономы, фактически, это простые часы, которые легко наблюдать, и которые еще хорошо слышны. Но есть очень много физических, органная труба это тоже генератор, это как большой свисток. Электронный генератор, я уже говорил, лазер, это пример современной системы, в которой генерирует свет на базе автоколебаний. Но что самое интересное может быть, что вот эту концепцию автоколебаний можно распространить и на нефизические системы. Дело в том, что как раз для нефизических, для живых систем характерно то, что это системы с затуханием, но и с подкачкой энергии. Каждый биологический объект, он получает энергию из окружающей среды в результате либо фотосинтеза, либо просто как человеческий организм в результате питания. есть некое затухание энергии, но в общем-то эта система самоподдерживающаяся, и в таких системах, если есть колебания, они тоже самоподдерживающиеся. Ну вот самый, может быть, важный для нас пример самоподдерживающих колебаний в системе живой это нейрон. Весь наш мозг состоит из нейронов, их там наверное сотни миллиардов нейронов, которые связаны друг с другом. Нейроны бывают разные, но многие из них генерируют вот такие спайки активности время от времени. То есть это выглядит как такой периодический генератор, они получают энергию, они диссипируют энергию и они выделяют вот становятся такими периодическими генераторами. И в результате распространения вот таких спайков мозг работает, то есть вся деятельность мозга закодирована вот в этих спайках, которые излучают активные нейроны. Они взаимодействуют с другими нейронами и вся информация, которая мозгу перерабатывается и накапливается и другая, она состоит вот в этих автоколебаниях. Почему это вот такие индивидуальные спайки? Дело в том, что нейрон работает по принципу накопления и сброса. Он сначала накапливает электрический заряд, а потом быстро сбрасывает его. Примерно так же, как это гидродинамическое устройство, это бачок с такой к-образной трубкой. Сначала вода сюда натекает и вода накапливается. Как только она достигает этого уровня, вся вода выливается. Точно так же работает и нейрон. Он накапливает некую энергию, а потом ее сбрасывает в виде такого импульса. Итак, мозг основан на автоколебаниях. Теперь я хочу примерно в нескольких словах сказать, прежде чем перейти к интересным примерам, почему автоколебания это такая, почему синхронизация вообще возможна. Дело в том, что если мы рассмотрим например маятник, он может у часов колеблется, но в какой конкретный момент, в каком месте находится маятник, это совершенно неважно. И это свойство неважности, оно определяется вот этим понятием фаза, фаза колебаний это то место фактически, где в данный момент находится маятник. Это доля периода колебаний, которые совершает этот маятник. и свойство автоколебания состоит в том, что эта фаза может свободно сдвигаться. Если у вас есть часы, и вы немножко придержите маятник, а потом его отпустите, часы пойдут дальше колебаться. Вы можете снова немножко задержать маятник на какое-то время, полсекунды, треть секунды, снова отпустить, и снова пойдут колебаться. То есть маятник в часах может колебаться с любой фазой. Фаза не восстанавливается, она не запоминается системой. Амплитуда запоминается, если вы маятник отклоните больше, чем нужно, он немножко поколеблется и выйдет на определенную амплитуду. Если вы амплитуду зададите чуть меньше, она увеличится и выйдет на старое значение. А фаза не восстановится. если ее чуть-чуть сдвинуть, она так и останется сдвинутой. Это примерно соответствует вот такому мысленному эксперименту. Представьте себе, что у вас стол абсолютно ровный, и вот положение шарика на этом столе это фаза. Вы можете шарик перекатить в любое место, практически не затрачивая никакой энергии, и он будет оставаться на этом месте. Точно так же и фаза. ее можно сдвинуть в любую сторону, колебания можно чуть-чуть сдвинуть вперед, чуть-чуть сдвинуть назад, они останутся, колебания продолжатся с этого места. И вот это свойство, оно как раз и возможно для, оно является основным для описания синхронизации. Тут у меня будет немножко два слайда с формулами, но так не пугайтесь, просто показать, как студентам, может быть, это будет понятно, школьникам, наверное, в меньшей степени. Я, как уже говорил, теория синхронизации была в начале 20 века, но вот в середине 20 века Роберт Адлер, он написал простое уравнение для фазы, которое содержит фактически простые функции. Это то, что называется физики производной, это скорость изменения фазы во времени, это частота здесь фигурирует, и вот некое внешнее воздействие, которое вот так входит через функцию синус. Это с тех пор называется уравнением Адлера. Адлер вообще интересный, я знал про это уравнение, ученый, он родился в Вене, стал там физиком, потом эмигрировал в Америку, работал там. Интересно, я когда в 2007 году он умер, и когда он умер, я даже увидел просто в немецких газетах был некролог про этого Адлера, но не потому, что это уравнение он написал, конечно, это уравнение недостаточно такое, известно, это все-таки не уравнение Эйнштейна, чтобы некролог. Дело в том, что этот же Адлер, он сделал очень важное изобретение, которым мы все пользуемся. Он работал в американской, тогда еще в Америке были электронные фирмы, в большой фирме Zenit Corporation, и он в 52-м году изобрел дистанционное управление для телевизора. Вот то, с чем мы пользуемся, где нажимаешь на кнопки и переключаешь программу, это как раз его изобретение. Он был настоящим физиком, написал это уравнение, которое позволяет решить, по крайней мере, описать элементарные режимы синхронизации. для этого нужно просто вот эту функцию, это синус, умноженный на некоторую величину плюс константу, нужно эту функцию просто нарисовать. Вот это будет функция синуса, сдвинутого немножко. И если эта функция синуса имеет нули, вот эта точка, которая пересекает ось, то будет синхронизация. А если эта функция сдвинута так высоко, что никаких нулей нет, то синхронизации не будет. И это связано с тем, что если есть ноль, то здесь фаза приходит в эту точку, здесь останавливается, а если нет, она меняется дальше. Это немножко может быть из теории. В результате решения этого уравнения можно найти так называемую область синхронизации. она названа в честь советского российского математика Арнольда, язык Арнольда, поскольку он исследовал это в гораздо более общей ситуации. На самом деле вот эти вот такие области называются языками Арнольда. И это область, где есть синхронизация. Эпсилон это вот та связь, которая существует между осцилляторами. Это вот те самые движения балки в эксперименте Гюгенса, которые передавали силу с одних часов на другие. То есть если часы совсем развести, то эпсилон будет очень маленьким, вот этот параметр, и никакой синхронизации не будет. А чем лучше движется балка, и чем сильнее связь, тем сильнее синхронизация. И вот если вот эту область треугольную такую пересечь, то вот между этими двумя точками будет как раз область синхронизации, которую я уже тут рисовал. Вот. Теперь я перейду к некоторым примерам. Некоторые примеры будут совсем такими абстрактными, может быть, из каких-то физических задач, а некоторые будут наоборот очень понятными, и я покажу даже несколько видео, в которых синхронизацию можно будет просто наблюдать в экспериментах. Ну вот физики знают, что есть такой очень интересный объект, контакт Джозефсона, это два сверхпроводника ставят близко друг к другу, и через зазор между ними может протекать ток. И вот этот ток, это фактически протекающий ток, он выглядит как один осциллятор, если подать внешнее поле, то его можно синхронизовать. и вот то, что на предыдущем слайде выглядело сейчас, вот такая ступенька вот здесь, это прямо то, что наблюдается в эксперименте, вот видите, вот здесь даже несколько этих ступенек, вот ступенька это как раз есть область синхронизации, здесь меняют ток, здесь меняют напряжение, напряжение, оно имеет отношение к частоте, и вот такая ступенька это то, что физики прямо в эксперименте, так они видят синхронизацию вот в этом устройстве, хотя это все происходит при очень низких температурах, должна быть сверхпроводимость, и живым глазом это увидеть нельзя. Это физический пример, а все почти остальные примеры будут из повседневной жизни. Вот пример циркадный ритм. Как я уже сказал, практически каждый живой организм имеет свой внутренний ритм, который примерно равен 24 часа, но не точно. И в нормальных условиях наш внутренний ритм синхронизован с освещенностью, с изменением 24 освещенности, день-ночь. Поэтому человеческий организм, он живет в соответствии с этим 24-часовым ритмом. Но если человека поместить в такую закрытую комнату, или раньше делали эксперименты даже в каких-то пещерах, где нет ни вариации температур, ни изменения температуры, человеку не дают часы, то есть он должен сам решать, когда он включает свет, когда он выключает свет, свет только искусственный, когда он ест, когда он спит и так далее. И вот в таких условиях ритм начинает отличаться от 24-х часов, и человек живет по своему ритму, который не согласован с этим периодом, который здесь 24-часа, новые 24-часа и так далее. То есть ритм отклоняется. А если человек выходит на поверхность и снова происходят изменения 24-часовых дня и ночи, то человек подстраивается под этот ритм. Значит, люди подстраиваются по-разному под этот ритм. Вы знаете, что есть жаворонки, есть совы. То есть некоторым легко встать рано утром, а некоторые наоборот легко могут не спать допоздна. Это отвечает тому, что внутренний ритм у этих разных людей разный. И в какую сторону вы должны его подстроить, это определяет как раз то, вы будете жаворонком или вы будете совой. Сможете ли вы ваш ритм немножко продвинуть вечером или наоборот раньше начинается утром. Так все хорошо, пока не происходит резкой смены внешней силы. Если меняется часовой пояс или, например, при сменной работе, вместо того, чтобы выходить ночную смену, человек выходит дневную, то это означает, что внешний ритм внезапно сменился и нужна новая синхронизация. И вот эта новая синхронизация это как раз то, что вызывает наибольшие затруднения. Если вы летите, например, в Америку или в другую сторону, я не знаю, в Японию, то вы попадаете по пермскому времени, это уже ночь, в Америке это еще утро или еще день, скажем так. И вы должны заново подстроить свой внутренний ритм к внешнему ритму освещенности. И это будет новая синхронизация, вы должны снова заново синхронизоваться. В организме есть гормон мелатонин, который отвечает за вот эту подстройку циркадного ритма. Он выделяется особенно если при ярком свете. Поэтому если вы попали куда-то в другой часовой пояс, то советуют выйти особенно днем, если есть солнце, под солнце, и несколько часов там пробыть. Это позволит вам гораздо быстрее подстроиться под новый ритм. Вот это в общем вопросы подстройки этого ритма, синхронизации циркадного ритма, они достаточно широко исследованы. Вот я тут такой сделал скриншот, нашел в интернете. это специальная программа компьютерная, которая позволяет подстроить ритм данного человека под данное расписание. Она была сделана вот для чего. Она была сделана для астронавтов, которые в определенное время должны выйти в открытый космос и выполнить определенную работу. И поэтому их внутренний ритм дня и ночи должен быть специально подстроен, чтобы они вот в этот момент, когда они три часа выходят в космос, чтобы у них была максимальная работоспособность. И поскольку они там летают, в общем-то для них цикл может быть специально изменен, а это нужно сделать в определенное время, чтобы еще команда Земли продавали, чтобы станция находилась в определенном месте над Землей, чтобы получать эти команды. Вот была разработана эта программа, которая индивидуально для каждого астронавта в соответствии с его персональным внутренним ритмом он получал вот здесь такой заряд освещенности, который сдвигал его ритм и за несколько периодов он подстраивался под то, что нужно, чтобы в нужный момент с максимальной работоспособностью выйти в космос и произвести работу. Но в принципе каждый человек может, я думаю, наверное, купить эту программу и для себя решить, что ему нужно делать, если ему нужно подстроить ритм для чего-то. Или это большая проблема для людей со сменной работой. Те, кто меняется в ночную смену и в дневную смену, для них смена ритма может проходить очень тяжело. Итак, циркадный ритм это один из таких примеров синхронизации, которые каждый из нас, в общем-то, мы все синхронизованы в этом смысле. Часы. Вот во времена Гюйгенса это была большая проблема сделать точные часы. Долгое время была эта проблема, но по крайней мере в Европе она сейчас в значительной степени решена посредством синхронизации. Дело в том, что есть очень точные часы, во всех странах в институте стандартов есть такие часы, и в России тоже. И вот в Германии в институте стандартов Брауншвеге стоят такие часы, и достаточно от этих часов идет по антенне сигнал на средних волнах, и идет сигнал каждую минуту, и обычные часы, в них встраивается приемник, или в наручные, или в настенные часы, которые вот с таким символом, управляемые по радио, и эти часы тогда будут раз в минуту точно подстраивать с точностью до секунды, и в результате эти часы будут полностью синхронизованы часами Брауншвеге. Но это, вот есть еще вариант как бы этого, это вокзальные часы, на вокзале часы тоже как бы синхронизованы, но на самом деле те часы, вот их много часов на вокзале, но они в каждом нет механизма, там есть центральные часы на вокзале, которые посылают сигнал на все, и они все одновременно переводят стрелку, а здесь индивидуальные часы, они имеют механизм, если вы уедете, вот я уеду например из Германии в Россию, куда сигнал не доходит, они будут идти, но они уже будут или опережать, или отставать, если я вернусь в Германию, они опять подстроятся точно под эти точные часы. Так что видите, проблема точных часов с помощью синхронизации, она решается, больше этого не нужно делать. Те два примера, которые я привел, они описывают то, что мы называем синхронизацией внешней силой. То есть это один есть, вот например, часы, атомные часы, или изменения дня и ночи, это тот период, на который мы не можем повлиять. Поэтому только влияние в одну сторону, со стороны освещенности на человека, но не со стороны человека на освещенность. А вот если мы, как, например, Гюйгенс это делал, он брал взаимодействие двух часов, то там они влияют друг на друга, и они оба подстраиваются друг к другу. И в частности, если это взаимодействие притягивающее, то они будут в одну сторону, вот эти маятники, а если отталкивающее, то они будут в разные стороны. И это действительно пример с Гюйгенс кюйм часами немножко сложно, а с метрономами довольно легко наблюдать. И вот я сейчас покажу вам, как это делается. Вот ставятся два метронома на одну подставку, и сначала они, вот видите, они так, не видно, чтобы они синхронизовались. Вот эта подставочка, она чуть-чуть и лозит, и вот в результате взаимодействие что наблюдается. Теперь они точно, как часы Гюйгенса, синхронизованы в противофазе. Видите, это специально ставятся банки из-под Кока-Колы, чтобы так было взаимодействие посильнее, потому что если просто их поставить на стол, взаимодействие почти не будет, будет очень слабое. Это специально, чтобы они так посильнее немножко друг с другом были связаны. И видите, вот так это и остается. Они так все время будут синхронно полностью. Хотя вначале они были по-разному. Или вот можно есть немножко по-другому по-другому их. Вот видите, сейчас они тоже не синхронны вначале. Должно какое-то время пройти, чтобы это взаимодействие сказалось. Ну вот, сейчас они практически уже как дворники у машины. Надо добыть только такие метрономы, вы можете сделать такой эксперимент сами. Дальше видео в YouTube и посмотрите, сколько будет кто будет это смотреть. Ну, вот здесь так немножко формально я показываю. Вот если представлять себе движение как на таком круге, то ясно, что притяжение приводит к тому, что на этом круге две точки, они становятся рядом друг с другом. А если вот по кругу это как раз фаза, а если они отталкиваются друг от друга, то они устанавливаются так, чтобы между ними было максимальное расстояние. Это как раз 180 градусов сдвиг. Это как раз вот здесь они вместе, а вот в этой ситуации они в разные стороны. живые организмы сверчки или лягушки японские издают такие звуки, я даже не знаю как их назвать, так вот если одна лягушка, это звук, который записан от одной лягушки. Теперь есть разные эксперименты, записывают звук от одной лягушки, дают прослушать другое смотрят, свои звуки синхронизует с этими или нет. Ну вот, видите, а здесь по-моему вот в этом эксперименте это коллеги в Японии делали, это вот какая-то японская лягушка, тут вот даже написано по-латыни, как она называется, и вот такие записи, значит, она через какой-то они не одновременно, но абсолютно синхронно, то есть сколько раз квакнула одна, столько же раз квакнет и другая, хотя, но они должны слышать друг друга, тогда они синхронизуются. А вот три, если три, то немножко сложная может быть ситуация, некоторые из них, вот эти две, они почти одновременно квакают, а это в противофазе с ними, а вот другой режим, когда они все не одновременно квакают, им так трудно сосредоточиться, одна квакнет, другая квакнет, когда самой квакнуть не очень понятно, но тем не менее все устанавливается когда-то. Вот, значит, ну, два хорошо, можно ли больше синхронизовать? Ну, поскольку уже картинка здесь, наверное, понятно, что, наверное, да. Давайте посмотрим, как это выглядит. У меня, по-моему, даже есть несколько, вариантов. Давайте три сначала. видите, он совершенно запускает их в разных фазах. вот это чуть-чуть покачивается, это означает, что они начинают взаимодействовать. более-менее установились. более-менее. Видите, сейчас они уже более-менее установились. коллеги, которые делают несколько лет такие эксперименты, утверждают, что с банками из-под кока-колы работают, под пепси нет. ну, пять. Ну, Ну, Вот видите, это правые 3, они как-то проще, а вот левые немножко дольше, левые 2. Но, тем не менее, подстроились в результате. Ну, дальше уже вопрос денег. Сколько вы можете купить таких метрономов? Ну, вот японцы 32 попробовали. Видите, они специально, видимо, долго экспериментировали с платформой такая, ну, типа поролона какой-то материал. Ну, их надо сначала запустить, конечно. Вот обратите внимание, вот эти два рядом, они уже... Вот там сзади тоже парочка такая. Аплодисменты. 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 Вот обратите внимание, здесь группа уже. Вот они, вот они, вот эти. Сначала такая групповая, потом эти еще нет, они по-другому. Ну, вот эта группа все расширяется. Ну, вот есть еще несколько таких отстающих. Ну, в принципе, уже многие... Ну, вот некоторые в противофазе почему-то тут выбиваются, да? Вот, по-моему, последний, да, вот этот. Так, ну, ладно, у нас еще есть несколько интересных видео. Все, я, пожалуй, кончу сейчас. А, уже все, да? Да, и вот этот тоже. Видите, функционирует, да? Сейчас, там функционирует еще интересное. Нет, видите, уже дальше уже все, ничего не происходит. Вот, значит, 32 это уже много. Когда физики хотят писать много, они берут сразу бесконечность, очень много. Вот эта вот идея состоит, то, что в физике называется глобальная связь большого количества осцилляторов. То есть они, то, что они стоят на общей платформе, это означает, что не только соседи связаны друг с другом, а через платформу связь передается на все. Это как, вот, видите, вот схематично так описано. Вот есть много осцилляторов, но они, на них действует некая общая сила, которая сама зависит от этих осцилляторов. То есть каждый немножко шевелит платформу, и вот эти общие шевеления платформы, которые складываются, оно на всех действует. Но есть и в физике очень интересные примеры. Можно взять много контактов Джозефсона. Вот есть такие теперь генераторы на базе спинового момента в наноспинтронике. Просто хотел показать, что это не только вот игрушки, но и на самом деле не исключено, что, может быть, через какое-то время генераторы в мобильных телефонах будут на базе вот этих элементов. Поскольку они очень эффективны. Вернее, пока они малоэффективны, но вот с помощью синхронизации надеются сделать их эффективными. Так, это я уже показывал много метрономов. Да, светлячки. Значит, конечно, то, что наблюдал Кемпер в 17 веке, можно наблюдать и сейчас. И в частности, но я не стал переводить, вот на странице Firefly Park. Это специально есть парк развлечений, там в Малайзии, Куала-Селан-Гор, где посетителей везут ночью или вечером на специальных электрических лодках, которые бесшумны, чтобы этих светлячков не спугнуть. И они с реки наблюдают на деревьях, которые вдоль реки, там сидят светлячки, и вот как они все вместе мерцают. Они называют это, ну, конечно, немножко в рекламных целях, восьмым чудом света. И, в общем, хотят, предлагают, чтобы вы... Так что, если кто поедет в Малайзию, в общем, посмотрите, может быть, заехать туда будет интересно. Вот как это выглядит, эта лодка. Это вот отдельный светлячок, а вот так дерево. Но это, видимо, экспозиция очень сильная, поскольку на самом деле свет не такой, как с елки, на которой лампочки, все-таки они слабее гораздо светят. Вот у меня есть тут какое-то тоже видео, на самом деле, поскольку темно, немножко видно плохо. Ну, видно, да, вот так мерцают. Вспышка такая. Это вот с реки снимают, там, конечно, в темноте это нужно специально. Я смотрел в фильме BBC о чудах живой природы, но там, в общем, тоже немножко плохо видно. Если мы знаем, что, допустим, тот же звук на них как-то влияет, а у нас по определению без внешних сил. Знаете, давайте я через 15 минут кончу, и мы тогда к вопросам перейдем, потому что немножко я не хочу, потому что так, я запланировал. Но вот я отвечу на вопрос. Конечно, можно сделать электронные светлячки, то есть можно сделать такие лампочки, как они будут мерцать, и сделать электронную схему, в которой лампочки будут реагировать на свет. И тогда это получаются электронные светлячки. Вот как это выглядит. Ну, сначала они, вот эти лампочки, они каждая по отдельности мигала, но вот поскольку они реагируют на свет, вот кончается это вот такими электронными светлячками. Помните, как в «12 стульях» один из персонажей говорил, наука в Москве дошла до невозможного. Вот наука в данном случае в Сан-Диего дошла до невозможного. Они сделали генно-модифицированные искусственные светлячки. Значит, есть такая сейчас геноинженерия, которая позволяет из генов составлять простые схемы, примерно как электронные схемы. Один ген влияет на другой, а тот влияет на первый. И точно так же, как на заре 20 века из электронных элементов делали генераторы, вот так же можно сделать из ген, из нескольких генов тоже генератор, который будет периодически менять что-то. К этому генератору можно подцепить вещество, которое флуоресцирует. Тогда в определенном свете этот генератор будет светиться как светлячок и будет затухать. Извиняюсь, периодически то вспыхивать, то затухать, как светлячок. Теперь вот эту комбинацию генов ее вставляют в клетку кишечной палочки. Она самая такая простая с точки зрения работы. Теперь очень много таких клеток, их клетки размножаются, и размножающиеся клетки, они наследуют вот это периодические колебания. То есть все клетки, которые получаются, они светлячки. Но чтобы их не было слишком много, нужны лишние клетки, уже которые старые, их нужно немножко вымывать. Поэтому делают такую, то, что называется микрофлюидика, такие миниатюрные канальчики, по которым течет питательный раствор, которые добавляют питание этим клеткам, из которых эти лишние клетки уходят. Теперь вот они сделали такое канальчики, и здесь очень много таких резервуаров, в которых эти клетки накапливаются. То есть это вот как бы группа клеток, это как они вместе, они связаны друг с другом, это как такой маленький светлячок. Но вот их видите, их здесь очень много, здесь вот все протекает. Вот здесь схематически нарисовано, вот как эти канальчики устроены. Теперь светлячки видят друг друга или они чувствуют свет от других. Как сделать, чтобы эти клетки чувствовали друг друга? Добавили к ним специальное, тоже с помощью генной инженерии, чтобы они выделяли некое вещество, которое в газовую фазу. Вот воздух вокруг, в нем есть некоторое вещество, которое выделяет эти клетки, и оно перемешивается. То есть они знают, сколько это другие клетки чувствуют, это вещество, которое здесь выделяется. И в результате они взаимодействуют и начинают все вместе светиться. Я сейчас покажу видео, а здесь просто вот как эта картинка. Видите, вот каждая такая клетка, это у них называется биопиксель. То есть это как пиксели на экране, но только биологический набор клеток. И вот когда эта клетка светится, это красная или желтая, а если она темная, то это синяя. И вот сначала они не одновременно светятся, а потом в конце концов, через относительно короткое время, начинают все вспыхивать одновременно. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот сначала они не одновременно были, а теперь вот. Видите, это все очень медленно. Видите, это 10 часов прошло. То есть период тут очень большой, это в течение часа это все происходит. Это вот на видео, это все вот так быстро, а вот это настоящее время. То есть чтобы такой эксперимент провести, это надо в постоянных условиях всех снабжать, видите, сколько минут. Давайте я еще раз это запущу, просто с самого начала, чтобы, может быть, увидеть. вот сначала они были, видите, несколько колебаний, были они совершенно разрозненные, а теперь вот они все вместе. Вот прошло 10 часов. В общем, непростой эксперимент, но видите, как работает. Так, у меня осталась, в общем-то, наверное, одна тема, тоже очень интересная. Где-то минут через 5-7 я кончу, и тогда, может, будет вопрос. Да, вот, но это, наверное, вы тоже, тут ведь есть оперный театр, да? Там аплодисменты, переходящие в овацию, это как раз пример синхронизации. Там не нужен дирижер, не нужны клакеры. Если люди хотят синхронизовать аплодисменты, они это могут сделать. Эти эксперименты проводились в театрах Венгрии и Румынии, где довольно часто люди хлопают вот так, в виде овации. В Западной Европе это практически не происходит. То есть там громко аплодируют, могут стоя аплодировать, но не синхронно. Это такие, видимо, культурные традиции разные. Вот здесь видно, вот они то, что измеряют звук. Сначала вот были просто аплодисменты, а потом синхронное хлопание, это вот уже овация. Вот, и вот мой последний пример, это, так он, в общем, впечатляющий, а мост тысячелетия в Лондоне. В Лондоне за весь 20-й век через Темзу не было построено ни одного моста. И они решили вот к 2000 году построить новый мост, пешеходный. Заказали их самому, дающемуся архитектору Форстеру, он спроектировал очень красивый мост. Вот это вот главный собор Святого Павла, с этой стороны там галерея Тейт, и вот этот пешеходный мост. Его открыли, и, естественно, в день открытия пришло много народу на этот мост, просто чтобы про него погуляться. и вот что произошло. Вот это видео в день открытия моста. Видите, ну, целая толпа собралась. Ну вот, когда народ стал гулять, конечно, это не группа солдат, которые идут в ногу, но вот обратите внимание, вот начались такие колебания, что, в общем-то, не так уж приятно было, когда ты идешь по подвесному такому мосту, и он вдруг начинает вот так колебаться вправо-влево. Вот сейчас эти колебания будут хорошо видны. Видите как? И там ноги начинают сразу держаться за перил. Ну вот видно, да, вот все вот так. Ну, в общем, практически метрономы, да, вот так на общей платформе. Вот. Видно, да, раскачивается. Ну, в общем, для нас уже понятно, да, если метрономы синхронизуются, почему пешеходы не могут синхронизоваться? Единственная проблема, что они это не ожидали. Конечно, там люди ходили, но синхронизуются не сразу. Идея состоит в том, что сила связи между пешеходами, точно так же, как между метрономами, она зависит от числа людей. Если мало людей идут, то связь очень слабая. Чем больше, тем больше возникает связь. И вот после этого первого дня, когда он начал качаться, конечно, мост сразу закрыли. Эта фирма, одна из ведущих строительных фирм Англии, она была сильно удручена такой антирекламой. И они начали проводить исследования, вот эксперимент с синхронизацией пешеходов на мосту. И вот как этот эксперимент выглядит. Значит, чтобы не привлекать внимание, они пускали своих сотрудников ночью, чтобы так это меньше было видно. И вот просто сотрудников этой фирмы, вот идите по мосту. И измеряли, что происходит. И вот они добавляли людей, и пока их было мало, ничего не происходило. То есть мост так абсолютно четко стоял, ничего не происходило. Ну вот тогда они все больше и больше стали запускать. Это вот так, как бы реальный эксперимент. Но здесь не будет видно. Я сейчас покажу график измерений, которые они проводили. Просто сотрудники. Вот. Это вот на графике здесь две кривых. Одна — это сколько людей они запускали. Они сначала запустили 50 человек, а потом добавляли еще там десятка, давайте вы тоже на мост и так далее. А внизу красным — это они измеряли колебания моста. Пока народу было мало, мост был ровный. Как только они запустили 166 человек, это вот критическое число, и пошли колебания. Значит, что они сделали? Они просто добавили амортизаторы, чтобы погасить колебания вот этой платформы. Если для метрономов специально делается платформа так, чтобы была связь и может было наблюдать синхронизацию, то здесь надо было наоборот эти возможные колебания загасить. Это сделали, сейчас, пожалуйста, гуляйте без всякой синхронизации. Ну вот, тут есть, конечно, нейроны. Я говорил, нейроны — это колебания. В принципе, индивидуальные спайки очень редко синхронизуются. И если они синхронизуются, видимо, это для чего-то нужно мозгу для переработки информации. Но бывает, когда это синхронизация патологическая. Вы знаете, вот есть болезнь Паркинсона, при которой возникает тремор. И в мозгу, если делать электроэнцефалограмму, тоже в одной части мозга возникают колебания. И считается, что это вот такая патологическая ненужная синхронизация нейронов. Если ее разрушить, то тремор уйдет. И это очень важно при лечении пациентов. Так что здесь как раз, так же, как на мосту, синхронизацию нужно разрушить и подавить, чтобы добиться... Ну вот это сейчас делают, так называемой глубинной симуляции мозга. Ну вот есть некие другие темы в области синхронизации, которыми мы работаем, с которыми Денис Галдобин работал. Есть синхронизация с шумом. Но это уже такие более старые вопросы. И последнее, что можно прочитать на эту тему. Вот есть такая довольно хорошая старая книга Блехмана «Синхронизация в природе и технике». Вот мы написали тоже книгу, в которой многие примеры, которых я приводил, изложены. Вот есть такой учебник для... Скорее, для студентов-физиков, написанный группой Анищенко в Саратове. Вот была такая обзорная статья специально про синхронизацию нейронов. Вот на этом я закончу. И если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо.